Привет, друзья! Сегодня у меня на повестке дня горячие новинки игровой индустрии. Если вы, как и я, обожаете играть в игры на ПК, но не хотите тратить целое состояние на покупку игр, то этот видеообзор идеально подходит для вас. В этом видео я собрал список из 10 новых игр, которые уже доступны на Торренте. Готовы окунуться в мир захватывающих приключений, не выходя из дома? Тогда переходим к играм. Но если вдруг случится так, что поиграв в одну из этих игр, вам захочется её купить, сделать это можно в магазине, ссылку на который найдёте в описании. State of Survival. Стратегия в жанре зомби апокалипсиса. В этой игре пользователям нужно строить и развивать свою базу, собирая ресурсы, формируя армию и улучшая оборону для защиты от атак зомби и других игроков. Геймеры могут исследовать опустошённый мир, выполнять различные задания, а также объединяться с другими игроками в альянсе для совместной борьбы против врагов и участия в различных событиях. Особенности игры включают в себя красочную графику, динамичные битвы, большое разнообразие юнитов и возможность развивать и модернизировать свою базу. State of Survival. Сочетает в себе элементы стратегии, РПГ и выживания, предоставляя игрокам обширные возможности для исследования мира и стратегического планирования. Wizard We Are Gun. Это кооперативная игра-песочница, где конечной целью является выживание. Вас ждёт увлекательное путешествие по волшебной и опасной пустоши, полной страшных существ и необъяснимых тайн. Отправляйтесь в путешествие в одиночку или пригласите своих друзей присоединиться к вам в вашем путешествии в неизвестность. Выберите себе персонажа-волшебника и исследуйте окружающий мир. Поначалу ваша магия может быть слабой, но со временем ваши способности значительно возрастут. Преодолевайте сложные испытания и продвигайтесь к главной цели своего путешествия. Вы также можете собирать полезные предметы и использовать их для изготовления инструментов и оружия. Изучайте заклинания и проверяйте их эффективность перед большой армией противника. Тщательно выбирайте способности для использования и соотносите их с вашими возросшими сильными сторонами. Вы должны быть осторожны, чтобы не разрушать окружающий мир, если ваша магия вдруг выйдет из-под контроля. Lords of the Fallen – динамичная ролевая экшен-игра, которая отправляет нас на просторы мрачного мира фэнтели. Сыграй роль легендарного тёмного крестоносца и отправься выполнять важную миссию, проходя испытания, раскрывая тайны и ведя борьбу с полчищами противников. Мир игры полностью открыт для исследования, поэтому смело отправляйся изучать локации, добывая ценные ресурсы, заполняя боевой арсенал мощным оружием и тем самым становясь ещё сильнее. Главный герой также способен применять магию в ходе боя, поэтому важно постоянно совершенствовать этот навык и изучать как можно больше заклинаний, что позволит справиться с более сильным оппонентом. Также игроков порадует наличие многопользовательского режима, который позволит отлично провести время в компании друзей и игроками со всего мира. Графика обладает крутой рисовкой и готова полностью погрузить тебя в мрачную, порой даже пугающую атмосферу. Дисинг. Космическая стратегия, которая открывает перед нами широкие просторы научной фантазии. Здесь реальность и виртуальность переплетаются, представляя уникальный опыт. Построй свой путь, исследуя грандиозные локации, открывая секреты и добывая ценные ресурсы, а также вступи в сражения с хитрыми противниками. Ты вождь, готовящий свою армию к эпическим битвам. Из множества уникальных юнитов формируй команду, сочетая различные характеристики и боевые навыки. По мере расширения владений и добычи новых земель, твоя цель освоить передовые технологии, развиваться и адаптироваться для противостояния все с более мощными противниками. Многогранность игры дополняется многопользовательским режимом. Здесь можно не только соревноваться, но и сотрудничать с друзьями и игроками со всего мира. Каждое действие развалчивается на далеких космических платформах, полных опасностей и неожиданностей, готовых испытать главного героя на прочность. Конатю Брюмей Приключенческая игра, которая предлагает нам исполнить роль профессионального детектива по имени Карл Фабер. Одно из очередных дел привело его на окраину Канады, где он столкнулся с совершенно неизвестным явлением – светлой дымкой. Эта дымка привела к тому, что город, в котором находится Карл, теперь полностью отстранен от цивилизации, а его жители оказались в самой настоящей ловушке. Большой проблемой стало также исчезновение людей, которые пытались выбраться любыми возможными способами, после чего их тела находились с застывшим ужасом в глазах. Ты принимаешь решение провести собственное расследование, чтобы раскрыть мрачную тайну этого города, а также сделать все, чтобы освободить людей, покончив со злом раз и навсегда. Игра является максимально динамичной и непредсказуемой, порадует незаурядной сюжетной линией и мрачной реалистичной атмосферой. Ценгоку Динности Это интересный игровой проект, который сочетает в себе элементы симулятора жизни и приключенческого экшена. Он переносит нас в прошлое, точнее в эпоху феодальной Японии. Времена вечных столкновений и восстаний привели к началу гражданской войны. И здесь на сцену выходит настоящий герой. В каждом уголке региона теперь царит хаос, и твоя задача создать оазис спокойствия и согласия. Твоя миссия не из простых, поэтому отправляйся в путешествие по близлежащим землям, раскрывая темные тайны, заводя новые знакомства и исследуя корни конфликтов, чтобы не допустить их в будущем. Не обошлось через противников, готовых тебе противостоять, поэтому стоит быть готовым к столкновениям, вооружись мощным оружием и освоить определенные навыки боя. Разработчики умудрились обогатить геймплей двумя уникальными режимами. Один из них предлагает сюжетную кампанию, которая погрузит тебя в эпичную историю, а другой классическую песочницу, где ты можешь самостоятельно формировать события и развивать мир вокруг себя. The Lamp Lighters League. Стратегическая ролевая игра с захватывающим сюжетом и множеством неожиданных поворотов. У неё есть уникальная игровая механика, которая делает этот проект по-настоящему увлекательным и запоминающимся. Мы откунёмся в атмосферу 30-х годов, когда мир стоял на пороге катастрофы. Опасность заключается в культе, жаждающем захватить власть и установить тоталитарный режим. Некогда лига фонарщиков была главным противником этого культа, останавливая его многие годы. Но в самый критический момент она внезапно исчезла. Ты возьмёшь на себя роль отважного героя, решившего противостоять тоталитарному режиму. Но вместе с верными друзьями ты отправляешься сражаться с врагами и сделать всё возможное, чтобы спасти мир от полной катастрофы. Smile and Survival the Wild. Это игра, которая погружает пользователя в мир выживания. Основное действие будет происходить в удивительном мире, где людей и животных сильно поубавилось. Нам предстоит выяснить, почему это произошло и как вернуть всё на свои места. К тому же, тех, кто уменьшился в размерах, огромное количество. Поэтому вам предстоит пообщаться с ними и узнать полезную информацию, которая поможет в вашем собственном расследовании. Выжить в этой игре не простая задача, а огромный вызов. Дело в том, что даже погодные условия в виде ветра могут поставить жизнь героя под вопрос. Стоит ли тогда говорить о том, что происходит во время дождя? Хотя новый мир стал чрезвычайно живописным, в нём таится большая опасность, с которой вам придётся столкнуться лицом к лицу. Кроме того, повсюду таятся животные, которые могут убивать главного героя. Поэтому следует быть осторожнее, чем раньше. Вы можете собирать предметы, которые находятся в свободном доступе, собирая из них то, что поможет вам выжить. Вы сможете почувствовать себя кем-то особенным или белкой, которая может победить даже самые большие деревья. Вы должны сделать всё, чтобы выжить и раскрыть все тайны, которые скрывают такое красивое и опасное место. Горбокс проект, исполненный в жанре песочности в примеси с жёстким экшеном, где всё окружение основано на физике. Здесь мы исполним необычную роль, роль тряпичной куклы, управлять которой будет не так-то просто. Да ещё и придётся проходить всевозможные испытания, избегать попадания в ловушки и вести борьбу с коварными противниками. Игра обладает уникальной системой повреждений, где каждое неверное твоё движение будет иметь последствия в виде ран, травм, либо ты вовсе распрощаешься жизнью. Также порадует наличие редактора, где ты сможешь самостоятельно создавать карты с испытаниями, а затем делиться своими творениями с друзьями и игроками по всему миру. Имеется и персонализация персонажей, которая позволит создать совершенно уникального героя. Динамика и настоящее безумие – два ключевых фактора игры, а поэтому скучать у тебя точно не будет времени. Графика довольно простая, но за счёт отличной продуманной физики создаёт реалистичную атмосферу. Reach Fire – фэнтезийный шутер от первого лица с мрачной атмосферой и незаурядной сюжетной линией, способный держать напряжение на протяжении всего времени прохождения. Основа игрового процесса заложена в боевых столкновениях с разными противниками, с применением не только оружия, но и заклинаний. Динамика схваток проработана на высшем уровне, а поэтому тебе понадобится особая сноровка, навыки быстродействия и хитрость, которые нужно применять в ту же секунду. Представлен очень обширный выбор вооружения, с которым ты будешь подходить каждому типу врагов индивидуально. Чтобы не дать им шанс на победу. Также в игре представлена развитая система магии, которую ты будешь постепенно прокачивать, улучшая свои навыки, чтобы суметь одолеть более сильных оппонентов. Визуальное оформление максимально привлекательное и исполнено в уникальном стиле, что создаёт запоминающуюся атмосферу. Ну вот и подошло к концу видео про новые игры, которые доступны на торренте. Надеюсь, что вы нашли для себя что-то интересное и уже с нетерпением хотите попробовать эти игры. Помните, что использование торрентов для скачивания игр может быть незаконным и наказуемым по закону в некоторых странах. Поэтому убедитесь, что вы не нарушаете авторские права и поддерживаете разработчиков, покупая официальные копии игр. В любом случае, я всегда рад поделиться с вами игровыми находками и надеюсь увидеть вас снова на своём канале. Берегите себя и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok